Махнатый шмир Тихо! Смотри, дверь Так, видишь, они поедут Наши критики О, братья Это жулики Они замышляют Целовещее преступление Накрытшее Души Так, вперед За цыганской Звездой Кочевой На закат, где Дрощат паруса И Глаза грядят Без приютной Тоской Погравеющие Небеса Танцуют все Танцуют все Танцуют все Танцуют все привет друзья хотелось бы поговорить сегодня о такой противоречивой фигуре в нашем украинском политиками как михаил саакашвили я специально поставил начале такое необычное и несколько юмористическое видео этим вступительным видео я как бы хотел напомнить всем нам через что в свое время пришлось пройти михаилу саакашвили скажем так после всех этих порошенковских репрессий может кто-то бы и сдался отказавшись от заранее выбранной цели не просто попасть верхушку украинской политики но и сделать что-то полезное для украины повторюсь возможно кто-то бы сдался но только не михо другое дело зачем ему все это нужно и тут мнению всех могут быть разные одни считают что зря президент зеленский связался с ним и открыто называют его авантюристом а другие видят в нем чуть ли не последнюю надежду для спасения украины я думаю что он президент зеленский не настолько глупый человек чтобы не понимать что никакого экономического роста в украине при премьер-министре шмыгале не произойдет уже сейчас многие эксперты говорят о том что если до конца года этот шмыгаль досидит премьерском кресле то это будет хорошо и вот тогда перед президентом опять встанет вопрос кого же назначать на этот важный и ответственный пост кто будет спасать украину все понимают что скамейка запасных у президента пуста именно тогда вполне возможно перед президентом ребром встанет вопрос назначать на эту должность саакашвили или нет и тут перед зеленским сразу возникнет большая проблема он прекрасно сознает риски связанные с назначением саакашвили на эту должность как я лично понимаю вот с чем бы саакашвили очень хорошо справился но во первых он бы конкретно поломал весь этот схематоз и договорняки которые давно опутали кабинет министров а во вторых миху очень хорошо бы справился задачей зеленского в переговорах с международным валютным фондом все знают что в европе он пользуется определенным авторитетом но если говорить об успехах саакашвили то конечно нельзя не вспомнить те реформы которые за довольно короткий промежуток времени ему удалось провести в грузии будучи президентом этой страны я внимательно изучил грузинские реформы и справедливости ради должен признать что команде экс-президента саакашвили удалось сделать многое в грузии например радикальным образом сократить количество министерств и ведомств из 18 министерств остались только 13 из 52 ведомств только 34 а в оставшихся учреждениях прошло сокращение чиновников от 40 до 50 процентов количество лицензий выдаваемых чиновниками и разрешительных процедур контролируемых ими сократилось почти тысячи до 140 штук было запрещено увеличивать общее число лицензий и создавать новые регулирующие органы далее государство отказалось от плодения банками и другими финансовыми посредническими институтами запрещались любые запреты на свободное движение капитала и прочее параллельно с ужесточением режима сбора налогов само налоговое законодательство было максимально упрощено а общая финансовая нагрузка уменьшена из 22 налогов ранее взымавшихся в грузии остались только шесть максимально облегчились таможенные процедуры ставки налога на импорт либо большинстве случаев обнулились вообще либо были сделаны минимальными от 3 до 12 процентов грузия при саакашвили практически полностью открыла финансовый и биржевой рынки для международной конкуренции так иностранные банки категории а и выше могут входить на грузинский рынок без всяких ограничений я понимаю что многие сейчас скажут что это все таки как бы очень хорошо и возможно правильно но откуда украина возьмет огромные деньги на такие кардинальные реформы и это для всех пока решительно непонятно и при этом надо думать куда подадутся целые отряды безработных чиновников и силовиков украина это ведь не маленькая грузия с небольшим рынком дай бог чтобы радикально и отмена госрегулирования не привела к полному хаосу на украинских рынках но кроме того не нужно забывать что саакашвили очень помогал каха бендукидзе а у нас такого второго бендукидзе пока не наблюдается но и также нельзя не сказать о некоторых достижениях саакашвили на посту губернатора одесской области и хотя многие говорят что запомнился он только своими скандалами я считаю что и сделано им было также немало все мы помним как он поменял условия конкурса по назначению глав районных администраций тогда впервые заговорили о честных условиях конкурса мы помним как саакашвили лично принимал участие в сносе заборов вдоль моря на основании вновь изданных постановлений именно саакашвили начал выбивать средства и все-таки начал строительство так необходимой дороги одесса рени удалось ему также провести сокращение штата в областной государственной администрации на 50 процентов именно при нем началось строительство нового европейского терминала одесского аэропорта но и также нельзя не вспомнить ту чистку в областной прокуратуре которую ему удалось провести также ему удалось по примеру грузии создать прозрачный офис теперь необходимую справку можно там получить буквально за 15 минут именно саакашвили подготовил создание контейнерного терминала величевски где планировалось что товары прибывшие из китая будут идти 9 дней они месяц как шли до этого но и многое другое но если вы думаете что михо просто безупречен то вы глубоко ошибаетесь естественно и было допущено и очень много ошибок но пока мы все знаем что 7 мая указом президента михаил саакашвили назначен главой украинского исполнительного комитета реформ и этот комитет входит состав национального совета реформ при президенте украины мы после этого назначения владимир зеленский четко заявил результатов работы саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения но в течение ближайших месяцев они должны быть имеется ввиду в первую очередь результаты по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни что ж президентам украины цели поставлены и сроки определены удастся ли легко выполнить эти задачи очень многие с кем и общался очень сомневаются в этом я лично искренне желаю ему удачи но понимаете такие сложные кардинальные изменения реализуются в комплексе в соответствии с детально разработанной национальной программой которую должны поддержать и кабинет министров и верховная рада и вот тут лично у меня есть большие сомнения и дело здесь не в саакашвили мне очень не хочется чтобы его просто вот так взяли и некрасиво подставили понимаете здесь есть один очень показательный момент у президента зеленского нет и не было никакой философии раз он думает что одной рукой гетьманцев будет уничтожать остатки живого бизнеса своим социализмом и фискализации а второй рукой саакашвили ему проведет реформы а зеленский будет красоваться этим перед избирателями и западом так не бывает ребята а вишенкой на вершине этого торта будет патураби и компания с идеей отцепить все не парламентской партии что фактически приводит к переименованию партии слуга народа в партию регионов 2 положительно меня удивил михаил николозович и тем что явно проанализировал свои неудачи в одессе и открыто признал что невозможно взять и реформировать одну область и одну отрасль без общей философии и одного направления реформ в целом а на этом друзья у меня сегодня пока все подписывайтесь на мой канал всем всего самого наилучшего до новых встреч